всем привет дорогие друзья сегодня хочу вам рассказать о коляске если вообще мой канал смотрите смотрели обзор на изи волкеры я всегда отмечаю что мне этот бренд очень нравится потому что сам пользовался колясочкой от этой компании катал своих детей в ней и остался очень доволен соотношением цена качество надежность ну в общем не очень претензий нет к этому бренду и у них есть такие коляски как вот это джеки но если что на джеки называется именно версии excel с большими колесами они в основном всегда у них с маленькими колесами для путешествий вот и сейчас они сделали версию excel так называемый сейчас вообще многие бренды подобного рода и сай боксы или клерки они делают колясочки с чуть большими колесами и спирующих тоже кстати ли начали это делать вот и появляются на рынке такие ультра компакты с большими колесами да здесь сразу мы забываем про ручную кладь вот но на самом деле если скинуть колеса и колеса как-то может быть пронести отдельно я не знаю это я так чисто фантазируя вам ее пустят салон как в срочную кладь этого я не знаю но смею предположить почему бы и нет она же по сути без колес будет и будет компактный в общем не знаю этот момент вот но можно как говорится попытаться может быть прям в салон и занесете колеса отдельно там в пакетике не знаю вот собственно и появляется на рынке коляски которые ультра компактность повышенной проходимостью и посмотрите друзья с этой колясочкой вы сможете ездить круглый год и по снегу и где угодно она как полноценная всесезонка стала и при этом достаточно легкая компактная и все ее вот эти сильные стороны при ней остались и добавились еще добавок возможности по бездорожью ездить вот это у нас изи волки джеки xl именно версия повторюсь цвет у нас сейчас marble grey вот чтобы вы могли посмотреть что это за цвет на сайте колясочка у нас производитель дает гарантию год нидерланды если что вес у нее 9 килограмм 100 грамм и вот с такими внедорожными характеристиками друзья не будет она весит там 6 половиной 7 килограмм к сожалению такого не бывает придется вот смириться с этим весом но принципе в рамках разумного находится так 125 165 наклон спинки этому чуть позже увидим с полугода сразу хочу заметить с 6 месяцев не раньше можно эксплуатировать ребенка может ребенка здесь едет по ходу движения а до 6 месяцев нужно чтобы ребенок смотрел на вас и 58 сантиметров колесная база вы везде в любой лифт заедете и соответственно ребенка выдерживает она весом аж до 22 килограмм и начнем изучать сверху вниз сразу отмечу ручку ручка здесь эко кожей обито все красивенько нарядненько качественно все пошито и толщина ручки здесь принципе вот минимально достаточно лично для меня я бы я люблю когда ручка потолще но здесь было бы тоньше был бы кошмар а так принципе норм вот высота ручки здесь не регулируется сразу хочу заметить козырек у нас здесь выполнен видите 1 секция 23 и вот такой дополнительный отсек еще тоже есть вот эта часть у нас на замочки застегивается если вам вдруг нужно и с этой стороны по бокам у нас сеточка вот может так скажем как смотровая кошечка использует сбоку заглянули ребеночка видно все окей а ткани очень классный приятные прям вот суперские ткани зеволки всегда используют здесь прям все хорошо так давайте к сидению перейдем что мне нравится сидение очень высокая это я оценил еще при эксплуатации этой коляске у меня дочка например очень высокая дама и высокая спиночка очень кстати полноценный ребенок можно нормально облокачиваться очень хорошо вот и что мне нравится наполнитель здесь достаточно мягкий и на сиденье естественно такой же а здесь классика что касается безопасности пятиточечные ремни все нормально на паховой зоне тоже мягкие накладки все окей и что касается бампера как калиточка откидывается в сторону можно прям полностью убрать мешать посадки не будет у изиолкеров кстати куча прикольных аксессуаров на ручку даже можно одеть руль такой специальный в общем ссылку я вниз на бренд изиолкер на ферс баги сайт добавлю там посмотрите все что есть вот и подножечка у нас возможности естественно регулировочки тоже мягенько все хорошо и ступенька для того чтобы ребенок мог спокойно сам забраться но ножки там поставить в общем для этих целей так смотрим друзья на тот самый угол наклона 165 градусов которые мы говорили как по мне полноценно ребенок лежит все ровно все отлично вот сзади у нас есть возможность вот так поднять и на магнитиках вот это все крепится и все пожалуйста в жарких странах в дубае например вы можете спокойно положить ребеночка будет проветриваться все хорошо опускаем замочек вниз все ровненько все окей так что касается регулировки здесь у нас все это происходит с помощью ремешков потянули вверх подняли все так опустили нормальная классическая скажем так 99 процентах колясках используется вот такая система так смотрим на основании друзья здесь вот самое большое это отличие это колеса колеса здесь большие проходимость шикарная клиренс большой даже если вы багажник чем-то наполните здесь абсолютно их не будет ничего провисать и шоркать бордюры поребрики вы не будете основанием и не протрете до дырки багажник он с достаточно высоким бортиком поэтому ничего с него не вываливается все хорошо тормоз нажимаем сверху и снизу ну так ставим на тормоз а чтобы убрать тормоза нужно снизу подтолкнуть но здесь и об этом изи волков тоже позаботился здесь снизу резиновое основание вы не будете царапать свою обувь вот передние колеса у нас тисно чуть меньшего диаметра с возможностью блокировки его для плохих дорог и очистки вниз по моему вот так можно заблокировать я правда никогда ни в одной коляске не блокировал колеса кому-то наверное это очень нужно как по мне опция наверное где-то полезно в моем случае в моей практике ни разу не пригодилась так собственно разобрались давайте посмотрим что сейчас комплекте идет транспортировочная сумка идет в комплекте и дождевик докупать не придется я бы единственно еще докупил подстаканник хороший чтобы 0 5 мог больше кофе поставить там или сачок вот такое мое мнение чтобы я докупил а в остальном все что нужно есть давайте друзья теперь посмотрим как она складывается чтобы сложить кнопочку нажимаем одну потом вторую и вот так это все выглядит можно естественно поставить ее вот так это все будет смотреться достаточно компактно все хорошо чтобы разложить идем обратным путем совсем забыл фиксатор сбоку который не дает коляске случайно разложиться все окей собственно подытожим друзья как начали сказал очень мне нравится эти колясочки качественные надежные ткани классные самое главное вот надежность у нас очень жесткая эксплуатация мы там и большой минус и в большой плюс и по горам и по ровным дорогам в общем везде она себя хорошо показала вот прям вот все окей поэтому я смело всегда их рекомендую друзья поэтому если ищите что такое не проходите мимо обязательно изучите приезжайте в сеть магазинах первая коляска их очень много по россии вот и уже точно убедитесь моих словах которые я сейчас говорю а если нужен ультра компактно с повышенной проходимостью прям вот просто огонь и кстати скоро будет у меня на канале сравнительный обзор скажем так топ-5 ультра компактов с повышенной проходимостью до сайбексы войдут ли клерки и спира в общем будет с чем сравнить посмотрим плюсы и минусы и вам еще легче станет как это сделать выбор но я собственно прощаюсь с вами будут вопросы пишите в комментарии ссылка напоминаю внизу есть а вам удачи всего добра